Здравствуйте, ребята! Как я и обещал, когда у нас проходил предыдущий конкурс, ну, кто подписан на наш канал, тот просидел, что у нас был конкурс. Но конкурс закончился, а я, вернее, когда еще проходил конкурс, я говорил, что обязательно, когда будет на этом канале 10 тысяч подписчиков, мы разыграем приз на 10 долларов. И наступил такой день. Вчера было 10 тысяч подписчиков. Как я и обещал, сегодня я объявляю новый конкурс. Ну, конкурс, вы уже там по названию прочитали, о добрых людях. Я специально записал, ну, по порядку, чтобы не сбиваться. О злых дураках, о завистливых лодырях, о подсказчиках, которые сами ничего не знают и ничего не умеют, но умеют подсказывать. Ну, и также о всякой-всякой нечисти, которая находится на Ютубе. Ну, расшифровывать, что я буду там расшифровывать. Если добрые люди, они всегда добрые люди, злые они всегда злые, а вот эти есть завистники, которые завидуют, приходят, лайки, дизлайки ставят. В общем, ребята, конкурс о добрых людях. А что это значит? Это значит, что победителя этого конкурса ждет приз или подарок на 10 долларов, как я сказал. Но что это такое, значит, приз, который человек выиграет, значит, он должен, должен зайти на торговую площадку Алиэкспресс, китайские магазины, выбрать там подарок себе на 10 долларов, скинуть мне ссылочку на этот подарок, ну, на этот товар. Я зайду на торговую площадку Алиэкспресс, закажу этот товар по тому адресу, который мне укажет победитель. Понятно, да? Непонятно. Чего непонятно? Ну, потому что, что за конкурс-то? А конкурс еще не везет, да. А то резину тянешь. Резину тянешь. Я же рассказываю, чтобы люди подумают, а то скажут, кому-то... Даже я не знаю. Как ты не знаешь. Я к тому говорю, что человек посмотрит, посмотрит, а я в конце скажу, сколько будет этот самый конкурс 10 долларов. Говорит, пфу, эти 10 долларов, я тут сидел, все видео смотрел, как дурак, и мне нахрен не нужны эти 10 долларов, что я тут сидел. Я сразу скажу, что на 10 долларов приз выбирали. Поэтому сообщается адрес, и я захожу на торговую площадку по ссылке, нахожу этот товар, продавцу заказываю, указываю адрес, куда отослать, и все. Как я сегодня сделал? Тот предыдущий конкурс о названии велосипеда, я сегодня человеку, который выиграл конкурс, кому интересно, посмотрите, я заказал ему, ну, подарок заказал, и уже продавец его оформляет заказ, это будет высылать ему, ну, в общем, понятно, да? Теперь, кто, значит, кто может принимать участие в конкурсе? В конкурсе могут принимать любой человек, кто хочет, откуда хочет, и вообще, ну, никаких ограничений нету, потому что это добрый конкурс. Так, ну, и самое главное, условия конкурса, какие условия конкурса? Очень простые, что надо сделать? Подписаться на этот канал, поставить лайк этому видео, потому что я же говорю, это про добрых, сколько, надо доказать, вот этим дизлайсчикам, сколько у вас добрых людей на нашем канале, или вообще в ютубе, поставить лайк, так? И самое главное, что нужно сделать? Что нужно сделать, ребята, для того, чтобы вы стали участником конкурса? Под этим видео, а теперь самое внимательное, слушайте, под этим видео нужно что сделать? Написать комментарий. Какой комментарий? Комментарий, конечно, добрый, добрый комментарий. Что вы можете? Меня хвалить не надо, не надо. Наш канал, а сделайте, друг друга похвалите. Сделайте какое-нибудь поздравление кому-то другу, передайте привет кому-то из своих друзей. Значит, что можно? Рассказать смешной анекдот, но без пошлости, без пошлости. Смешной анекдот. Можно коротенький рассказ какой-то, ну, где-то вы прочитали, услышали рассказ, и этот рассказ в этом комментарии рассказать. Также вы можете рассказать какой-нибудь интересный случай из вашей жизни, такой, знаете, ну, юмористическое, вот, чтобы было позитив, позитив от вашего комментария шел. Значит, я всегда говорю, что, там говорю, и сейчас говорю, что, ну, вот, вы написали какой-то комментарий, прошло время, вы вспомнили еще что-то интересное, смешное, юмористическое, и еще написали комментарий, вот, отдельно. Вот, теперь, значит, что самое главное? Опять самое главное? Ну, всего, главное все в этом конкурсе. Я же говорю, самое главное показать свою доброту, свой, свой юмор, свой, как сказать, свою вежливость, ну, все, все, показать все хорошее, что у вас есть. И теперь, значит, когда вы это сделали, комментарий, вы можете прогласить своих родственников, друзей, знакомых, кого-то еще, чтобы они проголосовали именно под вашим комментарием. То есть, вы можете тоже читать чужие комментарии и под этими комментариями ставить, там есть же такой лайк, ставить. И вот, чей комментарий наберет больше всего лайков, ну, кому-то понравилось, вот он написал комментарий, какой-то анекдот, а кто-то написал еще смешнее анекдот, и ему очень понравилось. И он поставил его вот так, вот, орехи падают, видите, орехи падают, а там яблоки падают, а там виноград растет, вот, а здесь бумажка, бумажка расскажет. Так что понятно, да, чей комментарий больше всех понравится, конкурс будет длиться, я думаю, ну, 20 дней я буду, думаю, достаточно, 20 дней, да, за 20 дней. Вот, под чьим комментарием самый будет больше лайков, тот и будет у нас победителем. Так что вы можете за себя голосовать, за чужие комментарии голосовать. В общем, вот, я говорю, побольше юмора, побольше доброты, побольше веселья, ну, всего положительного, чтобы вот этим вот, вот этим дизлайшникам было, ну, стыдно, потому что я говорю, ну, вот, я какое-то видео выкладываю, допустим, про ремонт стиральной машины, кран ремонтирую, про вино, про то, как мы помидоры садим, и обязательно, вот, вчера, только выложил видео про новость, про то, что будет конкурс, и уже зашел, помните, на первой минуте, зашел, поставил, ну, какое, какое вам еще видео нужно снимать, чтобы вы поставили лайк. Так что, ребята, ставьте лайки, побольше юмора, доброты, и успеха вам. Победителя, как я сказал, ждет приз или подарок на 10 долларов, который он выберет. А я закажу, и китайские товарищи вам пришлют. Так что, ребята, подписывайтесь, ставьте, благодарю вас всех за внимание. До свидания.